С нами полузащитник команды «Сатурн». Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь, в принципе, игру команды сегодня? В принципе, ну, команда играла неплохо, чуть не повезло. Ну, вот что именно, по твоему мнению, не хватило? Вот в начале второго тайма пропустили с пенальти. Были замены, чего не смогли дожать? Это как бы эмоционально на вас повлияло, что так пропустили или что повлияло? Да не хватило остроты в атаке, более острее, как-нибудь опаснее сыграть, где-то точности и все. А сказалось ли то, что вот так ярко светит солнце, жара, это на усталость или там наоборот влияло как-то? Нет, погода тут ни при чем. Просто не смогли дожать. Поняла, спасибо. С нами тренер клуба «Сатурн» Иван Павлович. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что сегодня не хватило команде для победы или для того, чтобы вывести матч в ничью? Ну, мастерства, чтобы завершить. И, наверное, немножко мудрости с судейским решением. Потому что мне немножко, как сказать, непонятно. Но это ладно, это второстепенно. Но первое, забить самому, не пропустить самим. Ну вот, вообще, какие эмоции у команды, у тренерского штаба, то, что вы уходите с сезона с поражением? Да, абсолютно, никаких рабочих моментов. Сделаем выводы, ребята свои выводы, шагнут дальше, вперед, ничего страшного нет. А в целом, как можете оценить работу команды за прошедший сезон? Только положительно. Мы играли, учились, никогда не проигрывали, мы всегда учились. Спасибо большое, до свидания. С нами полузащитник команды «Строгино». Скажи, пожалуйста, как ты сегодня оцениваешь работу вашей команды? Ну, команда отдалась на все 200%. Мне к ней никаких претензий нет. Все, что сделали, ой, все, что смогли, то сделали. Ну, вот ты говоришь, что на 200% было очень много острых моментов, но при этом не хватало как минимум завершающего удара. С чем это связано, как ты думаешь? Не могу сказать. Ну, где-то не подстроились, подстроились неправильно. Где-то, может, не так сыграли. Но, в принципе, один реализовали момент, и все, и выиграли. Больше, чем соперник реализовали. Как в целом оцениваешь команду по сезону? Как отыграл, как настрой вообще на лето? Отличный настрой. Во втором круге ни одного матча не проиграли. Такая была задача с начала второго круга, не проиграть ни одного матча. Ну, мы смогли это сделать. Не каждая команда может похвастаться таким в EFL-1. Спасибо, успехов, хорошего отдыха. С нами тренер команды Строгино, Владимир Васильевич. Скажите, пожалуйста, как вы сегодня оцениваете игру вашей команды? Ну, только положительные эмоции испытываю, потому что я рад и горд за ребят, которые смогли сыграть в усеченном составе. У нас было всего две замены, плюс вратарь, и поэтому было сложно сегодня, из-за травм, дисквалификации. Плюс у нас ребята некоторые играют и будут играть за молодежку еще, поэтому неполный состав, но все, кто был на матч, все выполнили полностью установку и сыграли именно так, как мы хотели. Несмотря на то, что мы инициативой не владели, но создали больше моментов. Это и говорит о качестве. То есть то, что мы могли забить больше, чем соперник. Ну и свой момент мы реализовали. Я еще раз хочу поблагодарить всех ребят, всех, которые сегодня играли, и которые сегодня не принимали участие, но в чемпионате принимали участие в других играх, потому что можно гордиться таким игрой и результатом во втором круге. То есть мы 13 игр ни одной не проиграли, 10 побед, 3 ничьих. То есть фактически чемпионы второго круга. Это говорит о многом, что они прибавили, во-первых, как игроки все отдельно, и всей команды прибавили. В этом и заключается радость и удовлетворение. Вы сказали, что могли бы забить больше, чем соперник, но при этом реализовали 100% на голевой момент только с пенальти. Вот чего не хватило в тех острых моментах игры, которые вы создавали, команда создавала? Во-первых, волнение, потому что результат давил на нас. Нам хотелось выиграть очень этот матч, чтобы занять четвертое место и не упустить свое место. И второй момент в подсознании у них было все-таки играть на победу. Уже результат был 1-0, и поэтому можно было не забить какие-то моменты. Здесь ситуация такая, что неважно, 2-0-3-0 бы в счет был, но главное, чтобы мы выиграли на один гол больше, чем соперник забили. Еще раз победы, до свидания, спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok